У эфира программа «Навин Регион» у студии Алена Мелешанкова. Вітаю вас сегодня в выпуске. На 5 копеек больше. С 2 листопада проезд у городским грамадским транспорте станет дорожей. Новый объект придорожного сервиса з'явился на республиканской трассе М4. Областный этап фестивалю «Наши таленты» Табе Беларусь собрал на сцене 10 коллективов просоюзных и ведомостных установ. С 2 листопада проезд у городским грамадским транспорте на Могилешанне подорожает. Сгодно с принятым решением, кошт квитка на одну поездку в автобусе и троллейбусе повеличится на 5 копеек и складе 50 копеек. Как поведомили у отделе транспорта и коммуникации Абл-Ваконкама, от поведенное повышение закране не только Могилеу, аллеи Бобруйск и усе районные центры в области. Там так само цена проезда у взрасте с 45 копеек до 50 копеек. Повеличится и цена на проездный билет. Например, агульный проездный на месяц на два вида транспорту станет каштовать крыху больше за 30 рублей. На аутобусе троллейбус на месяц обыдется амаль у 23 рублей. Повеличивать надое молока на вату зимку. У сельских господарках в области завершается подрыхтовка до зимового стойлового периоду. Специалисты упевнены, что от правильного в Турмане живел залежит их продукциенность. Молочно-товарный комплекс «Дубинка» фирмы «Вейна». Тут 500 галов дой на гостатку. Калисик это был додатковый напрямок деяности господарки. Теперь на живелогадовлю робят стауку и отказно рыхтуются до зимовки коров. Мы находимся в процедуре санации. Животноводство мы делаем на зимне стоиловый период основной уклон, так как это основной источник будет поступления денежных средств. Поэтому мы полностью заинтересованы в производстве молока и мяса. А как живелогадовля и вытворчасть молока могли приносить гроши, треба у широкого иншого створать комфортные умовы для зимовки статка. А для ремонтовать помешканье, провести дезинфекцию. Мы тоже готовимся. Например, тут евроокна, все окна закрываем. Дело начинаем уже с того стороны церебелить. Стелим опилки. Опилки для чего? Опилки, чтобы сухо было и тепло держать, не так, бетону. И сверху на опилки солому стелим, чтобы все было хорошо, сухо. И, понимаете, чтобы было тепло. Чем скотине будет теплее, тем будет лучше. У них здоровье, так не так убавится. Традиционная помилка у зимовом хорчевании живел – это недохоп минеральных речевов и витаминов, говорится ветеринары. Треба этого избегать. Причем это принцип дейнейшее, как для великих господарок, так и для хатних. Мы вводим корнеплоды, так как уже пошла уборка. Также сейчас вводим патоку, так как она влияет хорошо на расщепление белка в организме. И также с кормами вносим концентрированное корма. Если корова упитанная, то, конечно, к ней будет меньше болеть. А еще залог продукции настистатка – это правильный зимовый рацийон. Как говорить, керавник господарки, только полновартосное хорчевание коров дозволяя различивать на доброе молоко. Все лета увейна нарыхтовали каля пяти тысяч тонн сенажу и завершают закладку силысу. Катярына Градницкая, Миколай Соболев, Новины Региона. Новый объект придорожного сервису заявился на Республиканской трассе М4. И он размясился в Могилевском районе неподалеку от областного центра. Теперь у в области працует 53 объекта у этой сферы. Бизнесмены вырешили изменить принцип организации и меркование людей про придорожное кафе. И теперь спадяются, что это поспрояет протягнению 300. А значит, и имидж у гостиной Беларуси. Место для объекта придорожного сервису бизнесмены выбрали як перспективное для развития. Трасса М4 – великий пассажиропаток, причем не только Беларусу, а и замежных гостей. Разом с тем намагались створить объекты, які будзе адрозниваться от інших. Создавая объект, нам хотелось показать, что убрать представление людей, переломить, что придорожный сервис – это что-то такое быстрое, низкокачественное. И на что не стоит обращать внимание. Объект может быть премиального уровня, но при этом доступным по ценам. Про гостиность города и краины в целом меркует зразумело по месту, где гостей примают у комфортной обстановки и со смачным обедом. На это и робят акцент при развитии придорожного сервису. Мы заинтересованы, чтобы объекты открывались, чтобы нашим участникам автодорог были созданы все комфортные условия, чтобы они могли и покушать вкусно, уютно. Наперед можно заказать какой-то набор в дорогу, который, если времени нет, в какие-то боксы сформировали, и участник дорожного движения может покушать в удобное для него время. Подзарядка телефонов, набор горячей воды в термос и другие. Четыре зала могут принять до 200 человек одночасово. Меню распроцовывали сами кухары. Данный придорожный сервис открыт благодаря инвестициям физических и юридических лиц. Прилучено порядка 750 тысяч белорусских рублей. Создано дополнительно 20 рабочих мест, которые позволят получить дополнительный бюджет Могилевского района в виде подоходного налога, налогного прибыль, дополнительные доходы. В Могилевском районе это 7 объект придорожного сервиса, но потенциал развития куда больше великий. Кристина Каранкевич, Александр Тарасов, Новина региона. Не только святотворчество, но и махчимость выбрать новую стратегию для развития домов культуры и отпочинку працонных коллективов. На Могилевшине прошел областный этап республиканского фестиваля. Наши таленты – это обе Беларусь. 10 коллективов профсоюзных и ведомостных установ в области вышли на сцену. На фест приехал специальный гость, заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева. Я ее задаше не только оценить выступление. Республиканский фестиваль «Наши таленты» и «Табе Беларусь» это еще и махчимость обмерковать актуальные тенденции у организации отпочинку працонников, притягнение их у мастацких гуртки. Есть, конечно, очень интересные номера, интересные персонажи и с юмором, и с какой-то долей иронии. И есть исполнители, которые уже серьезно, это видно, ощущается, что они серьезно относятся именно к своему вокалу, к тому, что они делают на сцене. Это прекрасно. Именно здесь, в заводской самодеятельности, скрыты таланты. Ведь не зря и плеяда наших всех великих белорусских артистов, в том числе и народных артистов, это выходцы из заводской самодеятельности. Пирамошцы отрымают путевку в финал, який пройдет 21-го снежного Республиканским палацом культуры профсоюзов. И свои номеры финалисты будут рыхтовать суместно с вядомыми белорусскими выканавцами-земляками. Катярина Городницкая, Виталий Алексеенко, Новины региона. Белорусская делегация вернулась из международного фестиваля «Молоди» в Сочи. Восемь день делегаты имели мягчимость познайомиться с культурой и молодежной политикой разных краин и убачить знакомитых спикеров. После вертания представники Могилевской в области организовали состречу с активистами города и поделились своими уражениями. На состречу побывала и наша здимечная группа. У программе селетнего фестиваля было шмат интересных событий. Например, знакомство со знакомитым мотиватором Ником Буйчичем и даже с руководителями Российской державы. Но и просто состречи молодых стран мают свой сенс. Прежде всего, они способствуют сплочению молодежи, способствуют выработке единой стратегии для молодых людей. Ну и, конечно же, оправдывают цели и задачи этого фестиваля. Они всегда оставались и гласят, что молодежь за мир и за дружбу. Когда мы приехали именно на этот фестиваль, когда я увидела это масштабное событие, это просто непередаваемо. Я не осознавала до последнего, что я представляю республику. На сострече были студенты разных установок адеквата города. Для многих из них это мотивация для активного становления до життя. Я считаю, что нужно проявлять активную гражданскую позицию, показывать себя, так скажем, помогать своей стране, своему городу, быть активистом. Наталья Юдакимова, Александр Артемьев. Новины региона. Золото, сребро и бронза – медали усих вартостей завоевали могилевские конники. Выхованцы областной школы приняли удел у двух споборництвах. У городку Ратамка, что у Подминском проходил республиканский турнир по конкуру. Яна Галецкая и Софья Филипенко стали первыми и третьими, а у Гомеля на республиканской спартакиаде спортивных школ у двухборья Анастасия Солонович на коне помянушцы Цикреон заняла другое место. А кроме этого, команда областной школы стала бронзовым призером с поборництвом у Агульным Залику. Самое интересное на Инна Могилешина вы можете узнать на нашем сайте. ТВР Могилева, Крупка Бай.